всем здравствуйте всех приветствую на канале решили мы включиться у нас здесь обед мама здесь в общем снимала ролик на простую жизнь на 2 канал а ребятишки уже кушать хотят захотели кушать чем тебя кормить рыбкой матвейка кушать макароны с котлетой а супчик наверное в первую очередь едят у тебя котлетка куриная ты мне скажи первую очередь супчик едят почему супчик не хотим давай не балуется так ну что тебе хватит макарошек давить рыбку положить давай рыбку положим пока мама обедом занималась они тут что только не поделали в общем все дела переделали да молодец ты просто молодец вилку конечно вилку мама даст тебе теперь и рыбку почистит все матри рыбку не любит вилку дам сейчас моя хорошая до вилочку нет вилочкой надо кушать давай сейчас у нас компот с львовый сварится приготовиться и мы еще компот свежий нальем купаться у нас жара ужасная в общем папа у нас уехал в шадринск он с утра ездит на процедуры но потом попозже расскажу новости девочки в общем даня у нас на работе марина на работе все на работе в общем мы одни тут справлялись наготовили сейчас надо все это поубирать ребятишки покушают да вкусно вкусно хоть давайте ешьте тоже макароны любят папа сегодня заказал макароны я говорю макароны сварю приготовлю минтай а капусту с мясом потушил матри начали капусту с мясом хотел передумал общем тоже макарошки захотелось до макарошки со сливочным маслом вкусные вкусно ну хорошо кушайте давайте приятного аппетита молодцы аккуратно аккуратно тарелочкой огурчик положили помидорку взяли да слушайте а у тебя не было своих осланцев матвейка что ли у тебя свои есть так отпустила кисоньку кисоньку таскать нельзя мама тебя ругает ну-ка давайте воду смотрите идите ой водичка то наверно теплющая у нас здесь на солнышке прям так мне надо стажик куда-то поставить белье отстиралась надо сейчас это развесить все тепленькая водичка прям теплая ой ну надо тогда одевать вещи для купания вроде ветерок немножко как бы дует хорошо шортики купальные надо матвея деть трусишки да пойдемте переоденемся залезете я здесь буду свои дела делать ты нас ждешь я говорю залазь мама тут себе компоту налила сливовый он горячим и ты водичку пьете он горячий кипяток я вам налила у нас ты нет ой тут окрас ветерок подует и так хорошо становится ты уже там ну-ка жди маму маму жди самостоятельные какие хорошая вода хорошая да аккуратно купайтесь давайте спасаться от жары надо они целый день ждут этого момента а маме некогда было что купайтесь сюда полтазика носков развесить надо глаз да глаз а там скамеечка вам замечательно я сейчас присяду они накупаются досыта до меня с собой зовут я бы нет я пока пока никогда так что вот такие у нас дела новости девочки новость начну рассказывать сейчас хочу новость ролик в общем где мы съездили неудачно поезд поездка неудачно было в общем там много комментариев конечно написали спасибо девочки спасибо огромное и конечно же некоторые меня обвинили халатности по отношению к детям к детям кто-то даже написал что-то вроде ну кого взрослые дети да даже комиссию проходят со взрослыми детьми бывает потому что в кабинетах в кабинетах как сказать сидят не прорвешься туда да и в очереди в очереди такое творится я ходила с детьми когда они были помладше конечно проходишь когда комиссии что там творится я прекрасно знаю да все занимают очередь друг за дружкой потом нет ни крайнего не не первого не последнего в общем и уже как говорится я не знаю почему так происходит всегда всегда у меня вот сестра тоже с ребятишками тут проходила комиссию ну просто невозможно на занимают грит очередь вот в каждый каждый кабинет потом приходит а я вот здесь стоял а у я вот здесь ну как то я не знаю как то люди вот не знаю каждый раз одно и то же каждый раз одно и то же одно и то же вот так что у нас даня закончил девятый класс он сам оформлял оформлял все оформлять девочки сходил в поликлинику взял справку какую надо было он пришел сказал справка форма 86 он прекрасно знает какие справки нужны по какой причине не написала сидящая там в кабинете женщина не наших не наша женщина сидела фонг другом к другому ходил наши были наши в отпуске в общем было или в отпуске или не знаю но не было и не написала ему она ему не написала девочки группу здоровья и печать печать еще одна должна была стоять вот записались сходили взяли сходили саша ходил брал сходил он взял а взял еще дополнительно не справки справки в общем как-то не да не дали а ксерокопию сделали ксерокопию поставили там печать что действительно потому что мы будем поступать не в одно заведение сразу подавать в общем документы петербурге девочки поедем до петербурге петербург поедем петербурге будем подавать тоже потому что на всякий случай баллу да не проходной по аттестату 405 и сегодня сегодня сейчас девочки немножко пока они там купаются здесь займусь мы с вами поболтаю девчонки в общем проходной балл у нас я сказала до 405 неплохой балл в общем сегодня у нас 5 5 июня папа наш съездил съездил он еще не приехал даже съездил шадринск отдал документы все подготовлены надо было только справку в общем правильную взять кто-то написал вот много комментариев девочки было кто-то пишет надо было вот так надо проверять надо зайти на сайт и знаете я вам скажу не все не все разбирается куда нужно заходить что надо делать а я в интернете еще тот как говорится спец нет меня девочки поэтому делу не очень я не умею это все делать в общем заходить на сайты а кто-то пишет что виталия все за меня делать нет виталия за меня ничего не делает делаю я здесь все сама полностью по всем каналам а то некоторые дамы пишут что я ему так сказать плачу ему за то что он на меня работает нет абсолютно нет да он мне когда-то открыл мои два канала он мне помог очень хорошо а помог ну он помог мы им тоже помогаем у наш ребенок мы бы в любом случае помогали даже если у меня каналов не было девочки вот так что так что как могу так справляюсь чему-то учишься конечно смотришь но вот заходите где-то на госучреждения вот эти вот все недавно только научилась заходить в госуслуги буквально в общем совсем недавно ничего сложного нет конечно да можно зайти на сайт можно подать документы через интернет но все равно нужно ехать сдавать эти документы писать заявление обязательно должны родители не не ребенок вот что сегодня саша наш сделал приехал и там уже вот сегодня девочки те те разы мы ездили народу не было еще заявление уже принимали матвей не надо воду расплескивать заявление уже принимали получается но без документов у нас почему-то вот здесь в шадринске в медицинское учреждение подать нельзя нужно нужен был обязательно аттестат светали мы разговаривали где у нас учится виталий у нас учится виталий в петербурге в медицинском техникуме он у нас на сестринском деле в общем там можно подать без предварительно ну без документов потом эти документы донести здесь все по-другому коми комиссия комиссия приемная в общем кто-то написал что там должны были дать какие-то ну как сказать списки до список допустим документов нет этого тоже ничего не дали в общем они им сказали что нужно и ну что тут непонятного все что нужно было мы собрали единственное вот у нас такая получилась оплошность что справка но ее надо во первых знать как она выглядит эта справка что там должно быть написано и я например не знала что там должна написано быть группа здоровья не знала девочки ну что у кого-то тоже так бывает и я скажу у каждого по-разному ну конечно хорошо если вы заходите на сайт и если вы все так подковано умеете делать то это конечно очень не вздумайте нырять все сидите купать и сидите в бочке мама здесь сядет рядышком фонтан будет как это трогать нельзя ничего вот купались спокойненько ладно молодцы вода теплая хорошая такая а я полотенце вам принесла нет нет не принесла надо принести будет ну вот в общем хорошо конечно девочки когда человек умеет разбираться в интернете даже молодые не все разбираются и есть такое да вот так что поехал саша сегодня сдал документы слава богу на поступление в медицинский техникум в общем на сейчас скажу в общем на фельдшера фельдшер лечебное дело в общем подал заявление и сестринское дело потому что как бы балл у него неплохой 405 но конкурс конкурс в общем проходимость тоже как бы большая ну видно будет хотелось бы конечно чтобы он поступил у нас на фельдшера вот написать пишут комментарии написали девочки вот чтоб вот вроде бы даня он ваш а мог бы в петербург поступить конечно хотелось бы допустим в петербурге да там нет такого там есть вот где виталий наш учится и другие заведения просмотрены плавайте давайте там короче как получается на фельдшера нет там есть сестринское дело купайтесь давайте дайте маме поговорить конечно хотелось бы на фельдшера все таки потому что сестринское дело но сестринское дело конечно лучше в петербурге учиться чем здесь у нас в шадринске допустим и хотелось бы чтобы они там жили вместе в квартире есть такая возможность да там возможности больше там можно денежку заработать как виталий например наш он может и учиться и работать шадринске нашу данечка если поступит он будет жить в общежитии возможности поменьше по возможностям конечно не очень вот так скажу но опять же как улыбнется удача если он поступит у нас на фельдшера он будет учиться здесь шадринске но мы на всякий случай подадим в петербурге на в общем на сестринское дело тоже еще может какие-то заведения не знаю посмотрим подадим документы потому что еще раз повторюсь люди не спят вот сегодня саша наш приехал можно не кричать сильно саша приехал сегодня подавать документы 8 человек он был 9 в очереди и вот получается одна женщина тоже им не поставили группу здоровья и ну документами все в порядке и и в общем отправили и он на немножко немножко как сказать побыстрее горит освободился очень долго народу уже много люди едут поступают вот ну так что как то так дай бог нашему дании чтобы он у нас поступил потому что он хотел не то что некоторые пишут там заставила ну как я могу заставить как я его могу заставить если человек не хочет допустим до после 9 класса это не после 11 все-таки поступать он уже заранее определился это начиная наверное с 7 класса еще когда у нас виталя учился тоже вот как-то мы заикались заикались но я как бы направляла но у них видать есть такое как сказать тяга и в принципе парни такие разносторонние что даня вот допустим нам тут тоже как бы а может быть я куда-то в другое место и огурцы на давай ну не знаю в общем посмотрим подадим документы куда еще куда здесь поближе можно конечно в каменск где-то там что-то поискать посмотреть но мы уже как бы определили определились и все-таки когда человек определяется лучше вот раз и все и дай бог чтобы удача улыбнулась всем хочу пожелать удачи нам удачи вам удачи поступление дай бог чтобы дети наши по ой как весело вам здесь хорошо да ой как бегемотики в болоте принесла им круги спасательные а то ныряют ныряют и воду глотают вода конечно с вечера была чистая набрана но сегодня она как парное молоко конечно тесновато конечно вам здесь кругами но ничего как его ножки поднимала как она обалдела вот так и ножки поднимет молодцы купайтесь что такое накупались будете выходить не накупались тесновато ну вот тесновато будете вылазить значит все давайте выходите пойдемте мама вам налила компоту тепленького матвей и садитесь аккуратно как матвейка ноги поднимал как отдыхал балдел ягод балдею багет вот так его магет мы здесь тоже перед поездкой скоро уже поездка девушки моментально время пролетает сегодня 5 а 16 нам уже ехать все до этого момента надо глю порядке везде навести у нас вчера марина тоже у нас было вот надо везде чисто было теплица на более-менее конечно надо будет еще делать чем пололи убирали саша вчера там тоже у ребятишек полностью освободил песочницу ну выкашивал я там вы металла подняли убрали все почистили песочком везде из песочницы все засыпал в общем наводим порядке дел полно занимаемся делами да вот погода у нас стоит жаркая спасаемся в бочке можешь ой молодцы аккуратно аккуратно да мама смотрит за вами давайте купайтесь накупаетесь пойдемте вон там в беседку беседку нашу верандочку детскую площадка есть такие комментарии бывает пишут что не для чего мы это сделали нет сидите давайте здесь там вода нехорошая а здесь тепленькая водичка вот все это нас устраивает нам удобно здесь у нас тоже саша на днях это на днях соберусь может доделаю вот это потому что работы было много тоже всякой разный такой вот особо особо он тяжелую работу не делает пока потому что плохо плоховато себя чувствовал вот ездит на процедуры на больничном так что здоровье надо подлечить в общем здоровье поправит и займется потом уже в общем ну я думаю до поездки он это закончит вот площадка прекрасно здесь этим покупается здесь на батуте попрыгают там поиграют песка надо вот свежего привести он привезет песочек надо будет купить новые формочки тоже смотрела вчера выбирала там все конечно что надо для птичек корм купить а птичек кормить надо конечно обязательно вот вот в общем и конечно же вот такая жара здесь у нас солнышко такое вот здесь место и пока и не организован даже если здесь организовано было здесь у нас место кострище пожарить шашлыки в общем такое это приготовить там место поиграть ребятишкам наша прекрасная верандочка сейчас нас спасет от жары да мы пойдем на веранду пить компотик а потому что наша вот вот это вот постройка пристройка она у нас в этот момент очень очень жаркая но она у нас тоже выполняет свои функции когда идут дожди когда плохая погода на улицу не выйдешь не на верандочке не посидишь тут грязно везде все льет дождь мы можем с ребятишками выйти там у нас в общем небольшой комплекс там у них стоит повешена качеля в общем везде есть место которое необходимо накупала все выходить будем да так давайте садитесь на диван мама здесь приготовила перекус после купания давайте садитесь скорее как у нас хорошо здесь вешать беседочки да здорово что не вытрул то лицо давайте садитесь сюда я вот так поставлю вам компот уже остыл накупались досыта мама накупалась так куда вот садись я сюда поставлю давайте вот будете кушать вам вместе компот бери фрукты вон я его видишь апельсинку кушает ой как хорошо здесь у нас отлично вами тоже давайте перекусите маленько компот мама тоже все наливала какой вкусный сливовый компот чего надо компот у тебя в кружечке так давайте вот сюда разнос поставлю вот сюда клади его кожурки вот молодец все давайте кушайте вот так вот здесь хорошо здесь не так солнце светит у нас потому что здесь девичий виноград разросся и он замечательно у нас спасает от солнышка отлично хотела еще шторы повесить но пока еще нет не добралась хорошо до накупались все замечательно погода классная лето здорово освободил саша песочницу вообще надо новую песочницу по идее бы сделать но руки-то не доходят получается пока у нас вот это стоит страшненько есть поликарбонат есть говорю возможность сделать по-другому немножко крыша чтобы туда было вот из поликарбоната вот это все убрать а сейчас сейчас что-то мы пока бочки сидели я говорю давайте-ка дети вы пока будете сидеть здесь балдеть отдыхать надо красить надо сейчас достать краску за посмотрю у меня только серая вроде серо-белая черная не знаю какая вроде желтая была покрасить качелю нашу в общем покрасить надо саша вчера так песком немножко здесь тоже заделал трава здесь растет только так паласы лежат паласы старые ненужные были постелены для чего вот кто мне всегда пишет про паласы вчера он убрал этот палас под паласом вообще нет травы чтобы не росла трава не под тем паласом не под этим а вот здесь по бокам травы было просто после дождей у нас же дожди шли заливала нас и трава конечно наросла очень очень сильно так что под паласами замечательно ну и ножками можно тут вот разуваемся с краю так вот дети бегут порой не успеют обувь надеть а уже бегут да а потом вот так вот и на диван и везде мама здесь протерла все по убирала лишнее вот давайте перекусывайте все хорошо да вдохновение пришло дети домой сразу забежали папу встречать побежали я буду бегите давайте я буду продолжать на раз на раз покрашу ну вроде прокрашивается так вот смотрю одела старое платье чтоб не жалко было мало ли я обычно крашу так вся уделываю из перчатки одела чтоб потом руки не оттирать вроде стараешься аккуратно все равно ну вот мама закончила с покраской качели но что у нас освежилась качель когда завидовай папу туда зови его на диван вот разбросали игрушки смотри вот запинаете сидете на держи компотик туда ставь набрала в банку чтобы в кружке наливать на всю площадку краской пахнет я грудайте хоть сюда вот тут посвежее маленько получше давай сними упрело сейчас на всю площадку пахнет краской ну что рассказываем не новости нормально все съездил подлечился сегодня и документы сходил подал так что ну пришлось часика два посидеть там два часа сидеть со два да хочу почему то много ну потому что очередь передо мной восемь человек было после меня еще люди подошли ну что идут же люди конечно прошлый раз приезжали первый раз никого не было второй раз женщина передо мной женщина тоже пришла с сыном муж на СВО у нее вот она сразу сказал муж на СВО ну и видно их там без очереди или как я не знаю ну как без очереди балует смотрит все равно по баллам наверное все сейчас в августе будем уже там результаты будут да приедем на тестирование только обязательно точное время там все надо будет узнать конечно а зачем узнавать ну тебе сказали то есть 6 числа в девять ноль ноль августа все чтобы там быть если не будет человека все сразу же ну все первый шаг числяет сделан дай бог ну дай бог как хотели конечно а три места почему три места я уже сказал на фельдшера но на либо на медбрата на фельдшера очень много идет людей плюс на это еще медицинская коммерция что ли или что такое не знаю я когда пришла спросила говорю после девятого класса фельдшер лечебное дело и сестринское дело только два было всего два варианта но сестринское дело я не вижу смысла здесь поступать если если дай бог что прошел конечно но если не получится то лучше туда в петербург туда же где виталя ну я отказался но там поеду 6 августа обрадовался конечно подали документы а то какой нюанс вырисовывается до последний раз из-за справки ну ты че ездить обратно нет ну а че меня обвинять вот видишь человек тоже приехал откуда ты говоришь приехали издалека приехали и тоже у них видать не написали группу здоровья или что у них там было да группа здоровья и все что то что то она там показывала ну вот а люди издалека едут и получается вот так вот так что не мы одни такие всякое бывает в жизни это надо знать знать конкретно что должно указано в этой справке быть потому что приходишь говоришь Даня знал какая справка я говорю форма 86 придешь скажешь он пришел сказал писали вот что со взрослыми вроде сыновьями ходят комиссии проходят не знаю а как в смысле как там все с детьми все с детьми как извини 18-20 лет и пойдешь комиссию с ним проходишь что ли? нет ну почему нет я не про комиссию вот туда ну там то понятно там должен ребенок расписаться да и родители должны заявление и может ему еще не понравится обязательно это надо а я имею ввиду справки собрать там комиссию пройти к примеру там мало ли куда то допустим по работе или на учебу вот комиссию проходят ну вот потому что есть дети ведь разные есть которые потише которые ничего не скажут как помнишь ты ходил в школе то комиссию проходили там очередь тут займут в один кабинет в другой кабинет матери не пропускают детей допустим там конечно с матерями и лучше проходят а ребенок один стоит стоит в свою очередь уже пропустил ну это помладше дети конечно ну а когда ребенок уже родители понаглее не пропускают да своих проталкивать ну а есть дети которые уже вот постарше допустим как Даня наш как Виталя с Виталией вот куда я пойду какие комиссии проходить Виталий у нас прекрасно сам может и и сказать может уже немножко научен жизнью потому что уже много где и поработал и жизнь у него там в Петербурге уже такая как бы закаленная он подзакалился парень и вот так вот мальчишки наши становятся мужчинами ответственными и чтобы умели брать больше самостоятельность конечно и ответственность на себя берут а так может мама может папа с родителями ходят конечно зачем уже надо чтоб ребенок да и сами у нас вот они сами хотят быть какими-то самостоятельными такими не зовет мамка пойдем-ка со мной что там вот давай-ка ты за меня это сделаешь нет конечно и на работу сам устроился работает уже со взрослыми мужиками и уже много чему научился даже что-то уже говорит вот рассказывает что-то вот делают допустим там ему нравится и денежку свою заработает потому что не все дети в этом возрасте работают ну кто-то пишет что вот вроде успеют наработаются нет не успеют парни должны раньше девочек стремиться быть самостоятельными иметь свои финансы так что что если за него делают все родители и дети дети как сказать такие которым и денежки отчисляют дают на-ка вот сынок да сходи погуляй да ты успешно работаешься это не дело я считаю так это мое мнение у каждого свое мнение конечно ты как считаешь? ну я должен считаю что он должен попробовать все да правильно что наши дети работают и поработать и будет знать что такое что нужно учиться то нужно получать специальности профессии ну это понятно да специальность хорошая Виталя пошел работать потом папа говорит как ты так вот тяжело же работать уже начинает понимать да ценить что такое работа как это тяжело конечно ну а как хоть какая работа там допустим легкая пусть продавцом работать вот он работал допустим да Да, были моменты, летом он брал подработку, когда, помнишь, эти учебные заведения готовили к учебному сезону, к учебному году, он ходил 3,5 тысячи парты составлять, там какую-то мебель расставить, ну это как типа грузчик. Да, переносили, они там все сделали. Зато за день он зарабатывал 3,5 тысячи, пожалуйста, заработал, не каждый взрослый заработает копеечку, некоторые на диванчике лежат и не хотят за копейки идти работать, а в больших городах, конечно, надо крутиться. Кто пишет, что рановато ему в большой город вырываться, а когда, когда это, когда ждать, чего ждать? Нужно начинать, тем более, если есть желание, есть стремление. Я считаю, что правильно наш Виталя поступил, у него свой жизненный путь, у Дани свой жизненный путь, у каждого свой. Что там говорить? Конечно, и отпускать тоже не хотелось его, кровью в сердце обливалось, как бы этот ребенок поехал. Ну, как? Не просто так, на сынок езжай. Не хотели отпускать ничего, 10 раз сказали, подумай. В 16 лет он уехал, да, Дане нашему девочке тоже 16 лет, потому что пишут там, 15 лет, 16, 17 год, а Виталий нашему 18 лет, он уже взрослый, он уже где-то и маме может что-то, допустим, подсказать, что-то сделать. Так что парни учатся и дай бог хорошего им жизненного пути, чтобы он у них был не такой тяжелый и физически вкалывали они, да, вот как папка, допустим, который не выучился. Ну, не хотел или как у тебя? Да, в принципе, ты просто неправильно пошел. Не те профессии не выбрал. Да, профессию не ту выбрал. По животноводству, да, техник, животноводство распалось, где что-то работать, вот, колхозы, совхозы распалось, фермы распались. В то время, если бы это не распалось, я бы хорошо работал. Вот, а я считаю, что если он поступит у нас на фельдшера, то, ну, правильно я сказала, фельдшер, да, фельдшер, вот, то у него есть дальше, как сказать, по карьерной лестнице вверх подниматься, он уже продвижение будет, да, так что, так что как-то так. В общем, у каждого свое, у каждого своя жизнь. У нас она такая, простая, обычная жизнь. На этом ролике я закончу, скажу вам всем огромное спасибо, что были с нами. И всем пока-пока. Заходите на Телеграм, на Дзен, на второй канал. Я ссылочки под роликом внизу оставляю. Кому интересно, конечно, оставайтесь с нами. И до скорых встреч. Всем пока-пока. Будем дальше делать. Сейчас вам поливать все надо. Пока-пока.